Открытая студия Альбина Щетинская Альбина Щетинская Пострадавших нет. После случившегося Работы аэропорта приостановили до 10 утра Специалисты осматривали воздушное судно Делали замеры сцепления Транспортная прокуратура, Следственный комитет Естественно начали проверку В момент ЧП на борту находились 49 пассажиров И 3 члена экипажа Вчера в Мурманске на базе хаба Контейнер Холл на Генералово Открылась выставка «Уличное искусство» Здесь представлены работы молодых художников Которые работают в технике граффити Во время мероприятия его участники создали общий арт-объект На мастер-классах попробовали нарисовать граффити на стикерах Выставка продлится до 19 марта И последнюю новость В Кандалакше открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Северное сияние» В торжественной церемонии принял участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцын А ФОК построен по поручению президента Владимира Путина Здесь есть универсальный спортивный зал для тренировок И соревнований по мини-футболу А также баскетболу, волейболу Есть тренажерный зал, зал единоборств Просторные раздевалки, тренерские и комнаты отдыха Все, новостей больше нет Можем приступать к нашей с вами беседе Естественно, для тех, кто Скажем, не в контексте информационной повестки И любопытствует, а чего это вообще Мы начинаем неделю О каких СОК-ах идет речь Они вот у меня за окном постоянно О чем о них говорить Я напомню Мурманский Центр профессионального развития молодежи Стал первым в городе молодежно-образовательно-досуговым центром СОК Открытие состоялось 10 ноября 2022 года Достаточно недавно Учитывая то, что мы все еще чувствуем вхождение в 23-е И не находимся ни на его середине, ни на рубеже Ребятам доступны 4 зоны Как вот подготовили в леди наши выпускающие редактора Где можно получить новые знания на лекциях и тренингах Это вот такая пресс-релизная информация Которую мы озвучили и оставили Но поговорить о пространстве Хотелось бы, естественно, не пресс-релизным языком И начать с самого начала Наверное, стоит в первую очередь разъяснить Почему именно на базе вашего центра было решено это сделать Я думаю, что направление деятельности нашего центра Это карьерный и личностный рост Это развитие навыков молодежи Они всегда были актуальны, всегда востребованы Наверное, это в первую очередь сыграло роль Почему именно у нас открылось пространство Ну и плюс ко всему наше месторасположение Мы достаточно недалеко от центра Удобно расположены Ребятам удобно к нам добираться Ну, то есть удобство и логика Изначально расположение было Если этот мотив есть, может, такой художественным языком Был в этом направлении задан И, получается, сопки были максимально актуальны Да А были какие трудности? С открытием? Ну да Да, в целом нет Нет, все прошло хорошо Сам день открытия у нас был наполнен различными мероприятиями У нас были приглашенные гости И мы сами проводили мероприятия Приглашали нашу молодежь Всем очень понравилось Те ребята, которые были у нас до открытия сопок И пришли, да, увидели то, что сейчас стало в пространстве Они, конечно, были приятно удивлены Им очень понравилось Наполнение и, конечно, современные стены Современные стены А насколько сильно видоизменился центр? Сильно, очень сильно видоизменился У нас добавились различные зоны То, чего раньше не было, да Так как сопки – это такое больше досуговое пространство А давайте так Прежде чем вы, извините, что это перепевали Прежде чем вы ответите на этот вопрос Поставим такую запятую И погрузимся еще больше в глубины этого вопроса А что вообще такое сопки? Молодежное пространство Современное молодежное пространство Это место, где молодежь может провести время Пообщаться, поиграть, познакомиться с новыми людьми, например Я просто объясню, почему Я задаю, возможно, очевидные и, может быть, даже глупые вопросы Но я точно знаю, что в современной нашей русской топонимии Появилось очень много слов и популярных словоборотов Которые красиво звучат и мало что за собой определяют для итогового потребителя Вот одно из них – это современное пространство Я объясню, почему Я никоим образом не докапываюсь до этого слова Просто понимаю, насколько тяжело иногда бывает понять, о чем идет речь Современное пространство может быть ровно как и красиво отремонтированный холл Где поставили несколько мягких диванчиков И какую-нибудь лофтовую бибель Также современное пространство может быть зона, в которой тебе выдают специальные очки С дополненной реальностью И там происходят исключительно какие-то мастер-классы или лаборатории А молодежное современное пространство, я думаю, что у многих вообще вызывает диссонант Что там должно происходить? Ребята там катаются на скейтах Или они пишут музыку Они там снимают кино или они там просто отдыхают, чтобы зимой там условно, грубым языком, не слоняться по подъездам Они могут и отдыхать в том числе, но и при этом еще и кто-то снимает, даже видео приходит Потому что разные задачи стоят перед ребятами Кто-то должен снять видео, связанное с проектом школьным каким-то Либо с университетом Либо просто нужно сделать домашнее задание У нас есть зона, которая позволяет посидеть в ноутбуке И опять же сделать это задание, распечатать, если нужно Ну и иногда настолки даже играют Потому что настолки тоже это развитие И у нас их очень много То есть это получается такая зона, где можно и творчески себя реализовать И отдохнуть от суеты или какого-то темпоритма Немножечко сменить атмосферу, обстановку Пообщаться с единомышленниками И реализовать какие-то задачи, которые ты не можешь сделать в рамках, ну там, допустим, своей квартиры или своего оборудования Да, можно и так сказать Получается так, появилось 4 новые зоны, значит Да, 4 новые зоны У нас есть тренинговая зона, да, она у нас была и до Теперь она просто видоизменилась, стала более красивая, более современная Коворкинг-зона появилась как раз для работы молодежи Она оборудована ноутбуками Ребята могут там подготовить доклад Поискать какую-то нужную информацию Подыскать себе вакансию, пройти профориентацию, например, онлайн, да, распечатать, опять же Также есть фото-зона с дополнительным освещением Ну и аппаратурой, которая необходима для этого Есть даже крутая кольцевая, как она правильно называется? Лампа, спиннер В общем, она крутится, спиннер 360 Вот, она крутится, можно записывать интересные видео И, конечно, у нас появилась досуговая зона Это самая любимая нашей молодежи Там у нас настольные игры современные Последние модели PSP Книги современные, интересные Ну и чайная, где ребята могут и чай попить И в то же время пообщаться, поиграть А первая тренинговая зона, можно на секундочку к ней вернуться? О чем идет речь? Там мы проводим свои мероприятия Мы проводим там тренинги, мастер-классы, лекции Это такая зона для мероприятий Также у нас есть небольшая зона для проведения мероприятий И большой зал, который вмещает в себя до 30 человек Там уже более крупные мероприятия проводятся То есть сопки не поглотили центр Они, говорят, расширили его функционал Да, они расширили его функционал, да А посещаемость ввиду этого изменилась? Конечно, да Посещаемость очень выросла, на самом деле По сравнению с прошлым годом, да Раньше мы только проводили мероприятия Ребята приходили только на мероприятия Теперь они могут прийти просто провести время Соответственно, конечно, их стало намного больше Какие мероприятия проходили? Давайте напомним немножко Ну, у нас есть программные мероприятия Это наши систематические мероприятия Да, у нас 5 программ Мотивация к успеху Тайм-менеджмент Технология успешного поиска работы Эффективная самопрезентация И мое профессиональное будущее И также у нас есть и разовые мероприятия Да, на различные темы Все, что, в принципе, связано с карьерным личностным ростом Это и та же профориентация И мастер-классы по достижению целей И многое другое Я думаю, многие сейчас, когда речь заходит о молодежи Находятся в легком смятении Потому что не до конца понимают О какой категории, о каких людях, в принципе, теперь идет речь Но это стандартная цикличная история Которая происходит из года в год Так как меняется поколение Меняются какие-то приоритеты и интересы И уже сложно понять, кто это Это сейчас бунтари Это люди, погруженные исключительно в образование Это люди, полностью перешедшие на цифровые площадки Цифровые пространства Которые изучают новые диджитал-профессии будущего Или это люди, полностью пропитанные мизантропией И затворники, сидящие где-то там в своих комнатках Время от времени Делящиеся мнениями о инфоповестке Дополняя тем самым пул полезной и не очень информации На просторах интернета Сейчас появляется большое количество И я, кстати, этому очень рад Проектов, так или иначе, ориентированных на то Чтобы помочь молодому человеку Вне зависимости от его возрастной категории Ну, там, начиная, как правило, осознанность приходит у нас уже где-то там лет в 14-15 До, как у нас по законам РФ, молодежь до 35 считается Ну, вот эти все еще юные дедники Вот всем им помочь понять, в каком направлении им двигаться Чего они хотят От жизни проектов много И спортивно ориентированных И как раз по изучению новых технических аспектов Даже бытовой жизни Как правильно делать самопрезентацию на смартфон Научиться монтировать и прочее-прочее Все то, что раньше было обычным сопровождением хобби Теперь превращается в некоторые обязательные манипуляции Со своими знаниями Обязательный функционал, которым ты должен владеть Вот тут твой джентльменский набор знаний языка Там, допустим, раньше было И поверхностное знание истории Теперь еще будь любезен, умея обращаться с гаджетами И разбирайся, чем отличается одна цифровая площадка от другой И вот кто это молодежь сейчас? Это вот как возникает ощущение Это исключительно волонтеры, патриоты, техники, нерды В каком-то там смысле, в хорошем Спортсмены Или это все те же ребята, которых мы встречаем на улице И по ним даже вот так не скажут Что действительно эти люди заинтересованы в карьерном росте Им важно понять вот эту систему реализации Это целевая аудитория Простите за долгую подводку, но у вас теперь понятно, почему я этот вопрос задаю Ну целевая аудитория, это молодежь, да, 14 до 35 лет, как вы уже сказали А молодежь разная То есть у них разные интересы, действительно Кто-то любит просто позависать в гаджетах, да Кто-то хочет развиваться Кто-то хочет научиться что-то снимать и монтировать И вести там соцсети классно Абсолютно разные ребята И все они приходят к нам Можно сказать, что это движущая сила такая огромная Которая постоянно хочет изменений Потому что к нам приходят постоянно разные люди У которых свои цели Кто-то хочет спокойно посидеть там в интернетике Посидеть, да А кто-то хочет вот именно общение найти То есть развиться в этом Потому что все люди разные Кто-то скромный, кто-то более такой общительный И поэтому они объединяются между собой И находят даже новые знакомства То есть это стандартная практика, да Вот повышение навыков коммуникабельности Создаются какие-то новые комьюнити Новые движения Да, у нас вот, например, есть читательский клуб Небольшой даже Когда вот мы проводили мероприятия, связанные с книгами И после этого мы решили создать беседу В которой мы обсуждаем книги И делимся какими-то прочитанными моментами Вот, и обсуждаем их потом Из любопытства, это уже так для себя, знаете Для эфира Насколько членов в этом читательском клубе? От 10 до 15 От 10 до 15 Да Опять же, завершая, скажем так, арку моего интереса сюжетную Это, как вы думаете, это просто такой трендовый успех? Ну я имею в виду, когда сейчас молодежь очень падка на проект, в принципе Вы запустили проект, связанный с книгами И неважно, прикасался он к книге до этого или нет Он такой, ой, все здорово, классно Или, я не пытаюсь здесь как-то там уничижать успехи или интересы Наоборот, любопытно Или запрос на литературу и на искусство Он снова ощутимый, высок у подрастающего поколения Скорее второе, потому что многие хотят обсудить книги, но не с кем И поэтому как раз и создаются такие комьюнити, чтобы найти единомышленников в этом Потому что многие хотят читать, но они не знают, с чего начать Какую книгу взять И мы как бы, вот, у нас есть занятие, позволяющее как раз раскрыть вот эти книги для саморазвития Ребята узнают о них и уже проявляют интерес в изучении даже некоторых из них У меня остался вот еще один малюсик и дополнительный вопросик Но я поглядываю краем глаза на наш циферблат, стоящий на столе Он говорит о том, что мы подошли к первому рекламному блоку Давайте сделаем так, мы прервемся ненадолго, буквально полторы-две минуты Просим наших зрителей и слушателей не переключать ФМ-волну и свои телеканалы По завершению рекламной паузы мы продолжим беседу с нашими гостями Продолжает говорить и показывать открытая студия Совместный проект Радио Рекорд и телеканала Архик ТВ Я ее ведущий Николай Дукмас Напомню, в гостях у нас сегодня начальник Центра профессионального развития молодежи Сопки Мария Платицына и специалист по работе с молодежью этого же Центра Альбина Щетинская В первой половине программы мы определили, что вообще видоизменилось Поняли, что Сопки очень здорово расширили функционал Центра Перед тем, как выйти на рекламный блок, завершили практически Завершили спичь относительно читального клуба Я вот так сразу поинтересуюсь Вы сказали, что специалисты помогают подобрать книги, с которых начать Я, кстати, об этом даже не задумывался, если честно Ну, как-то привычно с самого детства с книгой Но если ты сейчас начинаешь детство с гаджетом, опять же, это нормально В условиях темпоритма мира, в котором мы живем, в его современных реалиях Наверное, не так вот просто Это как попробовать приобщить себя к сатарой современной классики кино С ума сойдешь, пока поймешь, с какого режиссера начать, с какого года или с какого жанра Если ты с этим не рос Вот так сходу вспомните какую-нибудь книгу, которую могли бы посоветовать всем молодым людям Вот когда вы нас смотрите сейчас в эфире Там книги исключены по саморазвитию или художественные произведения тоже разбираете? Ну, я имею в виду романы приключенческие, может быть Мы разбираем и художественные романы, и книги по саморазвитию Последнюю, которую мы брали, это был Бернард Вербер «Звездная бабочка» Книга о том, как, в принципе, путешествовать через космос к мечте И мы разбирали именно саморазвитие за счет того, как в пределах одного корабля Люди строили целую коммуникацию, целые поколения И развивались благодаря тому, что общались как раз на этом корабле И вот вам аннотация для читального клуба Вам говорят, что книги — это легко, а все правильно Не знаете, с чего начать, как насчет путешествия на корабле в космос Постройте свой социум, разберите это как Бернард Вербер, не пропустите на всех площадках и интернет-магазинах Любопытно, любопытно и здорово, что 10 до 15 человек всегда присутствуют Мы сейчас застрелись на этом моменте книжного клуба Но не просто так, не потому что меня не дает любопытства Ну и потому что я, в том числе, конечно же, очень люблю литературу А потому что это хороший показатель того, что на площадке действительно дает именно тот итоговый результат, который в нее заложен на идейном уровне Дать возможность объединиться, дать возможность развиться, дать возможность опознать что-то новое Открыть для себя какие-то новые горизонты, которые сейчас выпадают Напомним еще раз, какие направления Это просто вторая половина программы, у нас есть новые слушатели Какие направления сейчас есть в сапках, получается? Если говорить о мероприятиях, то это технология успешного поиска работы Мотивация к успеху, тайм-менеджмент, эффективная самопрезентация и мое профессиональное будущее По поводу мотивации к успеху Вот все остальное мне понятно И этому действительно нужно обучать А по поводу мотивации к успеху это как? Ну, здесь мы, конечно, не можем замотивировать всех и каждого Мы рассказываем просто, как это работает Как работает наша самомотивация Что очень важно ставить цели Это основной такой двигатель мотивации Чтобы вы понимали, как минимум трое сейчас в этом помещении Жаждут услышать от вас короткий дайджест Как замотивировать себя на успех Я убежден, что в соседних кабинетах люди тоже со стаканом ее прильнули к стенке Пытаясь прослушать сквозь звукоизоляцию Ну, я убеждена в том, что наша искренне желаемая нами цель Это основной двигатель нашей мотивации Если мы чего-то сильно хотим и знаем, как мы будем это достигать Для этого мы прописываем себе план, прописываем свою цель То тогда и мотивация автоматически начинает срабатывать Нам нужно только немножко ей помогать Кто ведет эти тренинги? Специалисты нашего центра Я так и понял, что это не посторонние люди Мотивацию Вы не хотите провести тренинг? Мотивацию веду я Очень симпатичная борода А ребята, кстати, некоторые хотят Они просят нас дать возможность провести какое-нибудь упражнение Когда уже у нас сформированная группа Ребята уже познакомились друг с другом У них есть такое желание То есть они хотят почувствовать себя коучем В каком-то смысле Или это больше такой лектории? Попробовать, наверное, тоже Может быть, себя в роли ведущего В роли тренера Просто испытать себя, так скажем Но все же возвращаясь к специалистам Просто хотелось бы немножечко узнать понятие о этих людях Мы поднимаем очень серьезные темы По вашим словам, поднимаются очень серьезные темы Которые могут и должны, насколько я понимаю Заложить определенный фундамент в голове молодого человека А заложить фундамент в голове ребенка Это фактически определить вектор движения для него И мне кажется, это очень высокий уровень ответственности Я на днях провел всего лишь один чемпионат по аэрохоккею с детьми Кажется, на ходу выдумывая правила На следующий день целый город детей играл исключительно по этим правилам Благо они хорошие, но понимаете, да? То есть если какой-то негативный пример даешь С его последствиями потом просто не разобраться А кто эти специалисты? А откуда они? Какое у них образование? Я психолог по образованию Альбина педагог Педагог И второй наш специалист, она педагог и обучается на психолога То есть получается, вот второй специалист, которого вы перечислили Третья И практикующий, и учащийся одновременно с этим Да, сейчас она, так скажем, повышает свою квалификацию И тоже интересно психологии И она решила продолжить образование А ваше направление, вы педагог? Педагог по английскому и немецкому языку По английскому и немецкому языку А конкретно в СОПках вы реализуете себя? За счет как раз программы по мотивации, по повышению, вот тайм-менеджмент у нас, например, тот же И у нас есть английский клубик тоже, можно сказать Клубик? Клубик, да, английский клубик Очаровательная, какая-то док такой, прям клубик маленький Да, да, да Скажите, пожалуйста, как давно вы работаете с детьми? Уже 2-3 года, 3 года даже А тяжело? На ваш взгляд? Нет, мне нет, уже нет По моему опыту, все люди, которые говорят, что с детьми работать не тяжело, просто нагло врут Потому что я очень много проработал с детьми Я открыто заявляю, нет ничего тяжелее на этой планете Земля, чем работать с детьми Просто все остальные либо лжецы, либо великолепные люди, которых они уникальны Ну, нет, ну, правда, без шуток Дети это очень сложная аудитория Их нужно заинтересовать, их нужно удержать И самое главное, им нужно понравиться А не понравится ребенку гораздо быстрее и легче, чем понравится ему То есть, ну, мне, правда, очень любопытно, чтобы понять, насколько открыты и взаимны вот эти взаимоотношения Сейчас там ученик-педагог Ну, несмотря на то, что мы говорим больше о тренингах, чем о какой-то вот системе профессионального образования Был какой-то порог вхождения? Или теперь у вас уже вот своя фан-база, что не говорите? Хотим такой проект? Мы готовы, мы сделаем, вы лучше Скорее про фан-базу речь На самом деле у нас индивидуальный подход к каждому участнику, который к нам приходит То есть, если мы видим, что человек заинтересован в тренинге о саморазвитии То есть, он хочет именно очень подробно изучить вопрос Мы специально для него ищем информацию, которая ему будет интересна Упражнение мы подбираем тоже, исходя из того, что нравится нашим участникам То есть, если в основном большая группа, то мы именно на коммуникацию ищем На какую-то взаимопомощь, поддержку друг друга И опять же на сплочение, потому что мы хотим, чтобы наши участники общались при этом То есть, получается, это не как у нас заведено в системе образования Хотя и сейчас уже меняются определенные моменты Ну, например, если мы возьмем школьный пласт Когда есть федерально утвержденная программа образования Ну, общая, да И сейчас, насколько я понимаю, у преподавателей, у педагогов больше вольности в этом направлении Они часто под себя перерабатывают еще более интереснее и неинтереснее, делают материалы Но, в общем и целом, есть программа утвержденная, она дается Вне зависимости от того, кто туда придет Ну, я имею в виду, возрастной контингент, но так и так в школе будет плюс-минус одинаково А здесь занятия выстраиваются индивидуально, да, под ребят? Да В зависимости от их запроса, от того, какие они, как с ними общаться То есть, вы прям ключики подбираете Да, да Мы стараемся еще даже вот спрашивать, что вам интересно И если им интересна конкретная тема, мы под нее можем сделать мероприятие Вы в начале программы сказали, что после расширения пространства поток подростков, которые посещают совки, увеличился Ну, что вполне логично, конечно Да и мне и саму захотелось заскочить, когда я услышал все, что там есть И я вот думаю, может быть, попрошу свою коллегу, чтобы без меня следующую программу провела Вместе поедем Но в связи с этим я не задал дополнительный вопрос, который сейчас будет актуален А там есть какие-то ограничения? Вообще, как попасть? Скольки до скольки? Сколько работает? Я просто представляю, что есть там 200 школьников такие сейчас Во, вот где можно нормально домашку поделать, еще и в Соньку поиграть Шухи ломанулись сопки Сопки рухнут, словина пойдет Ну, есть, конечно, ограничения и по наполняемости, да, так как мы не резиновый центр, наш не резиновый По времени мы работаем с 10 до 9, в воскресенье, в субботу с 2 до 9, в воскресенье с 12 до 19 То есть, в принципе, мы работаем каждый день, достаточное количество времени, да, чтобы каждый молодой человек мог иметь возможность прийти к нам провести время А время посещения внутри как-то ограничивается? А в целом нет То есть с 10 до 9 ребята могут прийти к нам В целом нет, но мир-то знает, если сидишь уже здесь Единственный момент, только если залы заняты мероприятиями, да, то тогда, там, досуг, допустим, у нас может отмениться на какой-то период времени А так, в целом, мы всегда открыты Я понял Приходится проходить какие-то дополнительные курсы повышения квалификации? Ну, бывает, что поступает какой-то запрос, который, ну, прям не ожидали Ну, вот как вы говорите, вы формируете там свою программу, исходя из того, что необходимо пришедшим Бывала уже такая ситуация, когда что-то настолько из ряда вон Ну, вот вы к этому не были готовы, чтобы приходилось самому на заново какую-то свою информационную базу пополнять Конечно Каждый день можно сказать, что мы что-то новое изучаем, когда готовимся к каким-то занятиям Опять же, потому что мы, естественно, не знаем не все Там челлендж такой в сапках на входе, написано, где я заориентирую педагогу Да На самом деле, вся информация, которую мы изучаем, мы стараемся ее подбирать, исходя из актуальности, естественно Чтобы она была интересной, опять же, не просто сухие какие-то лекции, которые никому не нужны, потому что это неинтересно Опять же, что-то подвижное, что-то, которое позволяет общаться и при этом получать что-то новое А не просто просидеть, прослушать, уйти и ничего не получить взамен А вот, кстати, про подвижность Это правда? Ну, просто многие специалисты сейчас утверждают о том, что у молодежи, вне зависимости от того, насколько они усердны в своем образовании Или творческие личности, или исключительно у них мышление, математический склад ума Тем не менее, говорят о том, что у всех практически клиповое мышление Ну, в том плане, что они не будут усваивать материал, который не подается в динамике Я думаю, что это исходя из возраста, потому что кто-то более усваивает в раннем возрасте материал Чем мы старше становимся, тем, наверное, нужно подбирать и обучаться так, чтобы тебе было не просто интересно, но и при этом как-то ты запоминал это в динамике, опять же, я думаю Поэтому динамичность, наверное, это один из векторов развития в дальнейшем Спасибо за ответ Какие проекты в этом году еще ожидаются? Ну, какие-то будут крупные в 23-м? У нас буквально уже 10-го числа, в эту пятницу, к нам приезжает гость с проекта «Вдохновитель» Екатерина Лукша Она расскажет ребятам о профессиональном самоопределении, о стартапах для подростков, так как она сама имеет такой опыт У ребят будет возможность задать ей свои вопросы, она подробно расскажет и ответит на все вопросы, поделится с ребятами такой полезной информацией В какое время? Посещение свободно или под запись? Посещение по записи, да, у нас в группе ВКонтакте есть ссылочка на запись на мероприятие, будет это 10 марта в 17 часов, Марата 16 Спасибо большое Я думаю, после этого мероприятия, да и в принципе на протяжении следующих сезонов мы с вами еще не раз перечемся в рамках открытой студии Ну а на момент времени сейчас программа подошла к своему завершению Поэтому благодарю вас за визит, что нашли время, было очень любопытно с вами пообщаться Всего вам доброго и до свидания До свидания До свидания Открытая студия Открытая студия